МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот год у спасателей природного парка Ергаки особо напряженный. Удивили Америку спортсменка из Хакасии установила новый мировой рекорд на первенстве мира по пауэрлифтингу. Сегодня в Хакасию из Кемеровской области с рабочим визитом прибыл президент России Владимир Путин. Цель поездки – проведение Всероссийского совещания по вопросам развития электроэнергетики Сибири и Дальнего Востока. Встреча проходила на Саяно-Шушинской ГЭС. Первым делом президент посетил машинный зал, оценил работу оборудования. Сегодня на ГЭС функционируют шесть новых гидроагрегатов из десяти. К следующему году планируется заменить еще четыре. Президент пояснил, из запланированных на восстановление станции 41 миллиарда рублей уже освоено более 35. Основные ремонтные работы на ГЭС можно считать завершенными, поэтому и работу комиссии по восстановлению станции сворачивают. Сейчас главная задача сделать так, чтобы Саяно-Шушинская ГЭС сработала более эффективно. Также президент отметил, нельзя забывать о семьях работников станции, пострадавших и погибших в результате аварии. Все четыре года действует программа поддержки семей. Компания «Русгидро» направила на ее реализацию 185 миллионов рублей. Также в ходе заседания особое внимание было уделено проблемам восстановления дальневосточных субъектов, пострадавших от паводка. Куда президент России уже направился, завершив визит в Хакасию. Слава богу, серьезных разрушений нет, но тем не менее подтверждения есть. Они требуют нашего внимания дополнительного, требуют усилий со стороны различных ведомств и компаний. Нужно сделать все для того, чтобы энергоснабжение было восстановлено, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться к нормальной жизни. Сегодня суд поставил точку в резонансном деле экс-капитана хоккейной команды Саяны Виталия Лабуна. Приговор 10 лет колонии строгого режима и штраф в 100 тысяч рублей за покушение на незаконный сбыт наркотиков. С подробностями из зала суда наши корреспонденты. Капитана Саян Виталия Лабуна оперативники задержали вечером 2 февраля в момент сбыта другому игроку Владимиру Лештаеву 3 граммов гашиша. Еще чуть больше грамма обнаружили у него дома при обыске. И на основе показаний Владимира Лештаева следствие обвинило экс-капитана в сбытии в тот же день еще 21 грамма гашиша. В общей сложности Лабуну вменяли покушение на незаконный сбыт почти 26 граммов гашиша, что является крупным размером. Покушение, потому что весь наркотик был изъят полиции и не попал в незаконный оборот. Обвиняемый сначала отказывался давать показания, но в итоге уже на суде признал вину в сбытии только 3 граммов наркотика. Один грамм, который у него нашли дома, держал для личного употребления. Кстати, во время следствия оба спортсмена заявили, что наркотики употребляли и другие хоккеисты клуба. В своем последнем слове Виталий Лабун был краток. Сознал все? Раскаюсь? Все? Обвинение потребовало для подсудимого 11,5 лет лишения свободы. Суд согласился с доводами защиты и не включил домашний грамм Лабуна в общее количество наркотика, предназначенного для сбыта. Таким образом, статья была переквалифицирована на более мягкую, но приговор был вынесен суровый. И назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей и в дополнительном наказании в виде ограничения свободы. В срок наказания будет включено время содержания Виталия Лабуна под стражей, начиная с 3 февраля. Полагаю, что наказание, назначенное Лабуну в виде 10 лет лишения свободы с назначением дополнительного наказания в виде штрафа и с отбыванием наказания в колонии строгого режима является законным, обоснованным и справедливым. Адвокат подсудимого от комментариев отказался, но заявил, что они намерены подавать апелляцию. Виктор Лушников, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. В интернете один из пользователей распространил видеозапись нападения на таксиста из Абакана, которое произошло весной этого года. Напомним, в мае водитель службы извоза принял заявку и согласился отвезти пару в Усть-Абакан. Таксист сразу заподозрил неладное. Клиенты сели не вместе. Девушка на переднее сиденье, а ее спутник сзади. Всю дорогу молодые люди молчали, а в какой-то момент парень начал бить водителя камнем по голове. Таксист успел дернуть ручной тормоз, остановить машину и выбежать. Преступники попытались завести авто, но не успели. Проезжавший мимо сотрудник уголовного розыска МВД Хакасии обратил внимание на ситуацию и задержал злоумышленников. В настоящее время материалы уголовного дела, направленные в суд, грабителям грозит до 10 лет лишения свободы. Проверить на честность Николая Евдокименко предстоит полицейским Хакасии. Напомним, мужчина уже месяц расклеивает объявление по Абакану с просьбой помочь его 12-летней племяннице Ксюше Евдокименко. Якобы девочку сбила машина, ей сейчас нужны деньги на операцию. И уже вроде бы откликнулись неравнодушные люди. Но при выяснении подробностей той аварии у многих возникли вопросы и подозрения. Константин Кравцов продолжит тему. Объявление с призывом помочь по Абакану расклеивает Николай Евдокименко, якобы дядя Ксюши. По словам мужчины, еще весной в центре Абакана девочку сбила машина. Водителю удалось скрыться с места. В результате аварии Ксюша получила сильнейшие травмы – ноги и спины. Сейчас она в новосибирской клинике вместе с мамой. На лечение необходимо полтора миллиона рублей. В отдел соцзащиты заходил, как мать, получается, одиночка, сестра у меня. Там ответили, что у вас много таких матерей-одиночек. И все положенные по закону выплаты вам выплачиваются. На отдельные не рассчитывайте. А что по части сейчас требуется, на данный момент ребенок находится в коме. Впрочем, номер телефона мамы девочки, который дал Николай, оказался недоступен. В какой именно клинике Новосибирска находится Ксюша, мужчина тогда сказать не смог. Спустя неделю данных нет. Дома не могу его найти, блин. Потому что она, видимо, выкинула газету. Да, сестры тоже, блин, попасть не могу. Она мне звонила со стационарного. Я ей что-то, блин, как дела, как дела. И ничего толком так и не узнал. Между тем, представители Минздрава Хакасии уверяют, что больного ребенка с фамилией Евдокименко не знают. Да и автоинспекторы припомнить не могут, что это за авария такая с пострадавшей девочкой. В сводках госавтоинспекции города Абакана за 2013 год подобного дорожно-транспортного происшествия нет. В общем, а есть ли, в принципе, нуждающийся в помощи ребенок, сегодня выясняют полицейские республики. В противном случае Николаю Евдокименко грозит обвинение в мошенничестве. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. В Хакасии продолжается круглосуточный мониторинг гидрологической обстановки. Несмотря на то, что дождей в бассейне Енисея не прогнозируется. Водосбросы на Саяно-Шушинской ГЭС сегодня составляют 3610 кубометров в секунду. Уровень Енисея в районе Майнской ГЭС поднялся на 36 сантиметров, а возле Подсинего упал на 79. В реке Абакана и ее основных притоках уровень воды постепенно снижается. Так что поводов для беспокойства у жителей Хакасии нет. Туристов все больше и все чаще приходится выезжать на спасательные работы. Так, со слов сотрудников МЧС, проходит сезон в природном парке Ергаки. В этом году за неполные 8 месяцев спас-операции проведено почти столько же, сколько за весь прошлый год. Репортаж Алексея Гончаренко и Сергея Казмина. У спасателей, базирующихся в центре подготовки МЧС Ергаки, наступили относительно спокойные дни. То есть, когда они уверены, что им не придется идти спасать в горы терпящих бедствия туристов. В дождливые дни в походы здесь не ходят. Отсюда и уверенность, что тревожных звонков не будет. За время дежурства сообщения о происшествиях и чрезвычайных ситуациях не зарегистрировали. Обстановка нормальная. Оперативный дежурный Николай Строков рассказывает, что туристы своей беспечностью удивляют все больше. На опасные маршруты выходят не только неподготовленными, но и без необходимой экипировки. Вероятно, так действует на многих и не внушает никаких опасений, особенно новичкам. Само название – природный парк, если приезжают сюда, как на прогулку. Множество нынче было турбру, которые приезжали с Москвы, с Ленинграда, с Екатеринбурга, Новосибирска, которые люди без проводников, то есть без знающих людей местность. Нынче была группа из Москвы, две девушки. Мы впервые здесь. Мы не знаем, куда идти. А кто нам сказал? А вот у нас знакомые в прошлом году ездили, и вот нам сказали, что в Красноярском крае есть вот такие вот ергаки. Бывалые туристы знают, что кроме сложности самих маршрутов, на дороге здесь иногда встречаются медведи. И даже знают, как в таких случаях поступать. Говорят, в этом году зверь не агрессивен, поскольку есть чем прокормиться в тайге, год урожайный. И все же такие встречи не сулят ничего хорошего. Семье Аркадия Шамина в этом году приходилось иметь дело с косолапым. Медведь прыгнул на палатку, где жена моя с однокурсницей спали. Ну и однокурсница откатилась в сторону, жене досталось, что называется. Порвал руку правую сильно, глубокая рана на спине. Невестка-то не растерялась, она схватила, значит, там дрын такой, который, как оказывается, с вечера она положила его. Я выскочил, и мы вдвоем давай его атаковывать, кричать и делать такие агрессивные выпады. И для него это неожиданностью было, и он ушел. Спасатели эвакуировали пострадавшую 4 часа на носилках, чтобы оказать квалифицированную помощь. Всего за неполные 8 месяцев. В этом году проведено 62 спасательных работы. За весь прошлый год 68. Ищут заблудившихся и выносят пострадавших с различными травмами. И переломы, и ушибы. Вот эта самая женщина, значит, была на каменном городе, значит, упала. Вот, ее выносили оттуда. Она вообще, ну, как бы, ну, серьезно переломана была. Вот, и ноги, и руки, и ребра были переломаны. По статистическим данным Центра спасателей МЧС поток туристов растет ежегодно. В этом году в регистрационном журнале свыше 300 туристических групп. А многие, вопреки правилам, не регистрируются. И говорить об окончании сезона еще рано. Хочется дожди, установится погода, и опять начнутся массовые походы в горы. Алексей Гончаренко, Сергей Казмин, Вести, Хакасия. Спортсменка из хакасского села Сарагаш установила новый мировой рекорд на первенстве мира по пауэрлифтингу. Чемпионат стартовал накануне в Америке в штате Техас. Даниэла Колесник, член сборной России, превзошла всех спортсменов в дисциплине приседания со штангой. Такой же блестящий результат хакасская спортсменка показала в двух других дисциплинах пауэрлифтинга. Жим лежа и становая тяга. Поборется за титул международного первенства и еще одна прославленная хакасская спортсменка Людмила Степнинина. В театре сказка готовится к премьере пьеса «Лемур Тужур». Написана современным драматургом по мотивам рассказов русского писателя 19 века Николая Лескова. На сцене будет все. И смех, и слезы, и любовь. На репетиции побывала Олеся Калиниченко. Совсем не обязательно знать французский, чтобы понять фразу «Лемур Тужур». Песня, как и сам спектакль, целиком и полностью посвящена любви, самому прекрасному и загадочному чувству. Герои в поисках своего счастья попадают в разные ситуации, но не теряют веры и надежды. Чем закончатся их приключения, станет ясно только в конце спектакля. В этой пьесе любовь, кроме той, которая между мужчиной и женщиной, есть какая-то еще другая любовь, какая-то просто, наверное, любовь, может быть, к жизни. Вот мне кажется, вот этот момент нам удалось как-то раскрыть через кукол, потому что у нас живой план и куклы. Постановку «Без преувеличения» можно назвать масштабной. Задействована практически вся труппа. На сцене играют актеры и несколько видов кукол. От простых перчаточных до самых сложных планшетных. Одной из таких кукол виртуозно управляет Андрей Тимофеев. Правда, кто из них главный, сразу не разберешь. Я с кто говорю, я или ты? Ты. Я ты. Я ты. Я ты. В общем, мы вместе говорим, да. А голос у меня вот такой. Люди говорят, кто я есть. А кто я есть? Мы ж вошь констисторская. А все много спектаклей от меня зависит. Режиссер Батр Калаев считает, что любой спектакль, какой бы ни была серьезная тема, должен смотреться легко. Поэтому пьесу «Ля муртужур» театр рассказывает легко и весело, в лучших традициях музыкальных комедий. Можно сказать, что эта постановка на театральных просторах России будет уникальной. В такой интерпретации с оригинальной музыкой и куклами пьесу точно нигде не ставили. Премьера «Ля муртужур» намечена на 30 августа. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. К этому часу у меня все. Напомним, смотрите новости и на нашем сайте. Вести.дефис.хакасия.рф. Не пропустите главного. Увидимся.